Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака с 5 июня по 11 июня 2023 года. Овный. Неделя скромная, так как на данном этапе в жизни овнов может наблюдаться некоторые расхождения между желаемым и действительным. Но плюс в том, что боевой настрой овнов и вера в себя остаются на высоте. Это может помочь справиться с возникающими трудностями, но влияние, касающееся отношений с людьми, могут привести к тому, что лидерскую позицию занять не получится. Эта тенденция может проявиться разными путями, но в итоге может привести к тому, что контроль над всеми важными моментами жизни овнов окажется в чужих руках. Впрочем, этого можно избежать, если в жизни овнов все налажено так, что подобная ситуация в принципе невозможна. Среди хороших тенденций можно отметить то, что касается бумажных дел. Обращение в государственные инстанции, работа с документами будет на этой неделе даваться достаточно легко. И какая-то проблема в этом направлении может быть успешно решена. Тельцы. Неделя очень благоприятная во всем, что касается деятельности тельцов. И некоторые сомнения могут вызывать только сфера партнерских отношений, как личных, так и деловых. В отношениях с людьми могут наблюдаться повышения эгоизма тельцов, а также тех, с кем они имеют дело. В остальном текущие тенденции могут обеспечить тельцам значительный уровень комфорта в делах. И благодаря этому результативность недели может быть высокой. Главной опасностью недели будет изменение собственного состояния тельцов. Оно может заключаться в появлении нового увлечения или новых интересов, которые не будут согласовываться с текущими благоприятными возможностями. И могут помешать использовать это время максимально эффективно. Близнецы. Наступившие недели с 5 по 11 июня 2023 года для близнецов скромные. Хотя у него есть свои достаточно крупные плюсы. В это время происходит перемена состояния близнецов, которые будут благоприятны и могут привести к новому уровню независимости, появлению новых идей и повышению работоспособности. В то же время такое изменение может негативно отразиться на отношениях с людьми. И действовать придется зачастую на свой страх и риск. Но на каждом этапе жизни приходится расставлять приоритеты. И сейчас приоритет будет стоять на самореализации и саморазвитии. Также приятным бонусом недели для близнецов будет помощь и покровительство некоего облеченного властью лица или просто человека, который вам симпатизирует. Также подобное влияние может выразиться в благоприятных обстоятельствах, помогающим вам двигаться к намеченным целям. Раки. Неделя потенциально очень благоприятная для раков, но также несет некоторую опасность перемены настроения раков, которая в свою очередь может снизить потенциал этого периода и помешать воспользоваться всеми его преимуществами. Текущая тенденция такова, что фокус внимания раков может сместиться в сторону увлечения, не связанного с домом, с семьей, стабильностью и благополучием. Ведь именно эти сферы жизни, наряду с работой и карьерой, сейчас должны развиваться особенно хорошо. Соблазн может исходить из сферы романтических отношений, флирта, возможности самоутвердиться. Какое-то бесплодное направление может вытеснить конструктивные цели и заставить вас свернуть с верного пути. По возможности нужно отслеживать эти тенденции и стараться их избежать. Львы. Неделя благоприятная во всем и сомнений вызывает только сфера партнерских отношений. И то лишь потому, что в этой сфере будет преобладать повышенная эмоциональность в поведении партнеров. В остальном время благоприятствует получению результатов своего труда, в том числе финансовых. Также неделя несет благоприятную перемену, которая может выразиться в повышении вашего авторитета и расширении влияния, которое, впрочем, до этого являлось достаточно широким. Эта перемена может принести новые возможности в тех направлениях деятельности, которые касаются работы, карьеры, бизнеса, отношений с людьми, а также всего, что связано с бумагами и небольшими поездками. Девы. Неделя хороша своими влияниями, которые касаются общего состояния, а также самореализации. В это время с большой вероятностью можно ожидать повышения работоспособности, прилива сил, появления новых идей. Эта тенденция особенно благоприятна для творческих людей, либо тех представителей знака, которые работают на себя. Из наиболее неоднозначных влияний недели можно выделить вероятность финансовых ошибок или неправильных трат. Так что для рискованных действий, связанных с материальными ресурсами и расходами, время неподходящее. Что касается отношений с людьми, как в личных, так и деловых, текущая тенденция благоприятна. В это время возможно поступление новых предложений, а также ваша симпатия к некоторым людям, которые испытывают симпатию к вам, будет расти. Весы. Неделя благоприятна во многих направлениях, но у нее есть и свои минусы. В это время происходит перемена вашего состояния, которое может неоднозначно отразиться на том, как вы будете использовать благоприятные возможности этого периода. Сфера партнерств, как личных, так и деловых, может не хватать взаимопонимания. Поиск общих целей и интересов может в какой-то степени смягчить эту ситуацию. Плюсов у недели гораздо больше, чем минусов. Сейчас в жизни весов идут очень позитивные влияния, которые могут принести те или иные благоприятные возможности. Особенно это время хорошо подходит для получения новых знаний и навыков. Также есть возможность получения дохода от инвестиций, сделанных ранее. Скорпионы. Неделя может быть неплохой только в том случае, если материальные ресурсы скорпионов полностью защищены от того, чтобы не попасть под чужой контроль. Это предостережение уместно, если сейчас некоторые из вас могут столкнуться с ситуацией, где вы ничего не решаете и ничем не управляете. В том, что касается отношений с людьми, неделя может принести благоприятную перемену. Может закончиться некая вражда, кто-то может перестать предъявлять вам претензии. Либо у вас может появиться человек, с которым вас объединяет общая цель. Но даже в этом случае тема потери контроля остается актуальной. И для профилактики проблем не стоит делегировать слишком много ответственности и прав другим людям. Также в это время скорпионам нужно опасаться любых тайных, закулисных дел и интриг. Стрельцы. Эта неделя с 5 по 11 июня чреват неблагоприятными переменами. Идет две группы влияний, которые могут повлечь изменения в худшую сторону. Первая группа несет тенденцию потери благоприятных условий в работе или бизнесе. По возможности нужно попытаться провести в жизнь профилактические меры против такой перемены уже в самом начале недели. Вторая группа несет перемену в партнерских отношениях, личных или деловых. Это может привести к тому, что партнеры начнут проявлять несговорчивость, непонимание, либо даже безразличие. Если стрельцы увидят, что эта тенденция работает, рекомендации будут переждать этот неблагоприятный период. Также, несмотря на все это, неделя несет благоприятные возможности в финансовой сфере. Козероги. Неделя несет неоднозначная перемена для козерогов. С одной стороны, улучшается атмосфера во всем, что касается вопросов, связанных с образованием, правовым полем, документами и поездками. С другой стороны, могут появиться сложности, которые могут быть связаны с отношениями с детьми и творчеством, а также с условиями труда на работе или бизнесе. Проблема в том, что так или иначе, именно в этих направлениях, которые сейчас для вас важнее, дела могут идти проблематичнее. А в том, что стоит на втором плане, как раз могут быть наибольшие возможности для развития. В то же время, в некоторых направлениях ситуация складывается стабильно и благополучно. Прежде всего, это касается финансовой сферы, а также всего того, что связано с закулисной деятельностью или работой на себя. Водолеи. Для водолеев эта неделя неоднозначная. В работе, бизнесе, сфере социального статуса могут наблюдаться пониженный уровень комфорта и значительное сопротивление среды при попытках решить эти задачи. Более того, на этой неделе ситуация может еще больше осложняться с появлением новых проблематичных внешних факторов. В то же время, неделя благоприятна во всем, что касается финансовой сферы, а также сферы партнерских отношений, как личных, так и деловых. Благодаря этим позитивно развивающимся направлениям можно будет справляться с остальными сложностями. Большим плюсом этого времени является то, что люди будут идти вам навстречу и предлагать выгодные условия, помощь и поддержку. Рыбы. Наступившая неделя с 5 по 11 июня 2023 года хороша для всего, что связана с социальной реализацией, решением финансовых задач, а также обеспечением стабильности в жизни целом. В ближайшем будущем можно ожидать серьезных достижений или получения результатов в направлении, над которым рыбы долго трудились. В то же время, в сфере отношений с людьми, как личных, так и деловых, идут неблагоприятные тенденции, и ситуация в этот период может значительно ухудшиться. Если так и будет, не стоит форсировать ситуацию, нужно ее просто отпустить. Возможно, будет намного более конструктивным не упорствовать в проблемной зоне, переждать тенденцию и работать там, где ситуация подается управлению рыб. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok